всем большой привет мне мокрая голова я сейчас потихоньку буду собираться это просто поболтать о обо всем я не знаю ничего конкретного не будет пока я буду в общем завтракать я буду с вами общаться это видео будет сто процентов ни о чем поэтому если вы ценитель вашего времени и вы очень щепетильно относитесь каждой потраченной секунде и ничего не запланированного вы смотреть не хотите то конечно же это видео не для вас я хотела бы наверно поговорить просто о последнем своем да вот этом вот хобби или не знаю что это было последние деятельности я говорила что я работала на каньоне и там я пыталась как-то внедрить вот это вот систему раздельного сбора мусора или просто как-то философию да что в принципе это это нужно это нужно для нас и это не последнее дело которое имеет ценность в этом мире вот это проработала два месяца и ушла я поняла что после стоков товарищи это какая-то ужасная история но я поняла что я не могу терпеть вот это вот то что раньше я спокойно терпела давление до давление со стороны начальства то есть когда работаешь на обычной работе все равно все какой-то начальник есть какие-то там приказы я поняла что мне так больно это стало терпеть поэтому стоки это знаете такая расслабляющая штука что после стоков очень сложно вернуться на обычную работу вот но меня держала во первых вот эта вот идея да что все такие мусорки поставила какая-то уже я уже кому-то сказала уже начальство сказала даже какая-то пошла движуха сегодня не сегодня в следующем видео и наверное или есть от канал чистый город лайфхом там я по-моему что-то там снимала даже показывала какого-то последним лет предпоследнем видео кстати в этом видео будет такая знаете реклама и пропаганда моего второго канала чистый город что конечно рассчитано исключительно на понимание да что на добрые сердца моих подписчиков я верю вас я верю что меня смотрят очень добрые очень отзывчивые люди которые добрые да и имеют в себе это представление что не только деньги в этой жизни главное вот поэтому пропаганда этого видео такого что пожалуйста перейдите пожалуйста по прямой ссылке внизу подпишитесь на канал и под последним видео я брала интервью по поводу всей моей деятельности одного человека просто напишите ваше мнение пожалуйста напишите ваше мнение что думаете лично вы отвечая на те вопросы которые я задавала что планета у нас одна что мы да мы люди разделили там германия россия франция да мы разделили мы молодцы но проблема экологии эта проблема планеты общая проблема а людям не очень свойственно вот это вот е что все таки знаете национализм он превыше всего напишите ваше мнение что вы думаете об этом там буквально три-четыре вопроса которые я задаю да вот из серии что сам мозг гниет как вы к этому относитесь да и будет все нормально что если что-то гнилое и здоровое в этом мире что почему людей не смущает эта концепция что если сама все гниет будет все нормально где так видно что вот в желудок положить килограмм пластика он безусловно переварится но кто сказал что желудок после этого будет здоровым вообще где такое вида на буквально четыре вопроса там я задаю пожалуйста перейдите посмотрите и там всего лишь 8 просмотров что лично да и не знаю в какую сторону это все вести как это все рекламировать как это все знаете продвигать но не было такого опыта если честно этот канал джули роз он как-то сам развился но опять же развился да у меня не миллион подписчиков то есть я никогда не занималась каким-то пиаром рекламой и не умею этого делать и ну реально не умею я не знаю в какую сторону даже начинать поэтому все что могу я исключительно взывать к вашему пониманию к вашей доброте и состраданию конце концов я не знаю может быть действительно ну люди увидят да что какая-то странная девочка бьется как рыба обрет в этой реально странной теме и просто захочет он захотят помогать да просто даже мне кстати тоже я слышу периодически вот эту концепцию да что я же периодически прошу людей помочь мне там увезти привезти да все что касается мусора и помогли ли говорят да я тебе помогу там когнитивный диссонанс на вот этой вот фразе я тебе помогу потому что до планета не моя собственность все значит мне поможете вот поэтому мне тоже такой как бы но несостыковка в голове что это всех касается почему я то вообще мне это помочь мы все живем на этой планете у нас нет другой планеты нам некуда идти чё бы ученые не говорили или там астрономы что мы перелетим на другую планету камон камон ну вот так вот да ну а сейчас видите я видео взываю именно к этой же концепции что пожалуйста мне помогите вот если вы меня смотрели если я вам нравилась если вам нравились мои видео и вам как-то это помогло в жизни развиться да или как-то вы через мои видео пришли на стоки или что то еще я не прошу вас денег я не прошу вас много лишнего вашего личного времени не прошу ничего просто действительно по-человечески прошу только перейти по ссылке да подписаться на этот личный канал посмотреть и как-то произвести там какую-то активность чтобы канал был как-то живой и чтобы как-то это я не знаю или посоветуйте как заниматься пиаром каналов на ютубе чтобы эта идея жила да чтобы вообще или просто вот на эти вопросы которые там задаю ваше мнение что вообще люди об этом думают вот потому что ну для меня это все какой-то темный лес и я реально не знаю что со всем этим делать и мнение абсолютно каждого человека мне важно абсолютно любая критика даже сейчас мне будет важно потому что ну реально у меня закончились силы и нервы и я не что-то это вот эти ситуации с каньоном то что я из каньона я ушла я не хочу там работать да я не хочу терпеть на себя пресс начальство но у меня осталось вот это вот дело с мусором с пластиком и это то знаете история когда развелся а дети остались так говорил уважаемой мною радислав гандапарс да что бывших детей не бывает вот у меня там детище мое осталось да вот вот с мужем я развелась а дети остались какая-то такая концепция у меня осталось и то что я не могу бросить я не могу уйти я не могу все это знаете под корень отрезать мне какая-то знаете же надежда хотя бы один процент если это да засядет куда-нибудь и не бог еще и вырастет вот и ради этого я буду этим заниматься да то есть учитывая то что уже как бы 99 процентов говорит о том что ничего не получится да изначально идея странная странная особенно на территории турции прививать и россия то же самое то есть я даже не очень на как японцы к этому пришли реально уговорить всех что это важно а вот как они вообще это святые люди какие-то ебу как можно уговорить каждого жителя за что мы сами живем то есть это мне кажется реально уровень сознания должен быть повыше чтобы вот понимать что мы здесь сами живем то есть наше сегодня это наше завтра хорошо если не мое завтра то завтра моих детей вот как вот эту долгосрочную перспективу они вообще у себя развили и пользу уважаемые причем сколько я про японию датки видео смотрела даже в деревнях где-то население две тысячи человек они этим занимаются то есть в нашу в российскую например деревню заехать где проживает две тысячи человек господи да там настолько депрессивное строение будет что если начать говорить про мусор они вообще на них на сумасшедшую посмотрят в турции примерно такая ситуация но только получше за счет того что тут реально нет алкоголя то есть тут реально меньше люди пьют меньше люди употребляют вот этих вот интоксикаций то есть я не была во всех районах турции но по крайней мере то что я видела да то есть я была и действительно в деревнях где население две тысячи человек то есть там такого нет вот там достаточно спокойная равновешенная жизнь там действительно нет такой алкоголизации то есть это вот факт и честно говоря я считаю что это огромная заслуга исключительно религии как бы мы не относились к религии да но мне кажется это то что повлияло на людей и турецкая деревня очень сильно отличается от русской деревни они не у него не в обиду ни россии никому да я сама из россии я долгое время да мне до сих пор нравится вкус пива да то есть я не отношусь себя каким-то там возвышенным личностям которые ну в общем понятно да но тем не менее тем не менее как японцам удалось у большинства людей привить эту культуру что не руби сук на котором сам сидишь не знаю не за понятия не имею но вот это я пытаюсь сделать в турции пока безуспешно в принципе люди нормально нас это реагирует да мне все помогали абсолютно все помогали когда я кому-то приходила даже начальство мне что помогало никто на меня грубо не смотрел никто на меня к на сумасшедшего не смотрел вот все было абсолютно но проблема в том что я ушла и все загнулось да то есть пока я хожу хвостиком все более-менее как-то да не против все как только я ушла никому это не надо то есть я понимаю что в реальности это никому не надо да просто меня не хотели обижать но на этом канале я воспользуюсь этой же штукой да пожалуйста просто ради меня все добровольно да естественно все добровольно вот но если вам скажем так близка идея чистого города и я вам в принципе да не чужой человек сколько я уже веду этот канал года два-три я не помню но кому не знаю я вот как человек да просто как человек наверное близка с какими-то своими закидонами которых очень много вот прошу пожалуйста перейдите подпишитесь и под последним видео на том канале я видео интервью тоже оставлю ссылку здесь пожалуйста напишите комментарии ответите на эти вопросы да посмотрите просто цвета ваше мнение напишите что вы об этом думаете неважно пессимистично я на оптимистичное реально нереально просто напишите что вы думаете я хоть какую-то статистику вообще буду собирать я хоть какие-то знаете общественное мнение будет накапливаться да то я живу только в своем каком-то мировоззрении и не знаю все что думают другие чем у меня характер такой знаете такой навязчивый я тут это делаю все . и я понимаю что на каньоне я пришла примерно с такой же философией да вот теперь мы разделяем мусор и на месяцах часов отеля что и кто вообще почему мы разделяем мусор вот то есть была какая-то такая смешная достаточно история есть у меня вот эта вот черта характера что зайдет если мне надо то все должны это делать а потом только я понимаю да почему я этого не делаю это вообще я не поняла вот не знаю не знаю какая-то у меня наверное черта характера есть такая знаете добровольно-принудительная вот но здесь сейчас все абсолютно добровольно абсолютно добровольно пойдите посмотрите если вам это интересно если вас это срезонирует вот я думаю это уже не для кого не секрет что я уже почти год да и как-то периодически на этом канале мелькают видео на эти темы поэтому да если вам вот это как-то близко концепция или вообще просто то пожалуйста поделитесь вашим мнением я хоть знать о нем буду да и огромное вам будет спасибо вообще и просто спасибо что посмотрели это видео конце концов она такое же бесполезное большинство видео на этом канале да когда я просто делюсь своей философией философия очень такая субъективная штука в нашем мире сейчас вот у каждого она своя вот поэтому спасибо что смотрите мою какую-то искривленную философию мое какое-то искривленное представление об истине спасибо за просмотр хорошего всем дня и всем успехов всем пока пока Продолжение следует...